У нас сегодня очередная поездка, очередная встреча с людьми, которые собирают подписи за кандидата от нашей партии. Мы находимся в центре Новых Анен. И эта встреча, я очень рад, она такая же хорошая, такая же доброжелательная, как все другие встречи. Люди, очереди выстроились подписываться, люди подписываются, люди делают это сознательно, их никто не заставляет, все по-честному. И они говорят, что они надеются, что мы их не обманем и что сделаем то, что обещаем. Ну а то, что мы обещаем, все знают. Я считаю, что если Рината Усата вместе с таким человеком, он бы не пошел, как говорится, в тандеме, в паре с каким-то таким человеком, которому он бы не доверял. Честный, по-моему, порядочный человек, поэтому и как бы остальным я не очень-то доверяю кандидатам. Если будет победа его, и он будет прислушиваться к глазу народа, это, наверное, самое главное. Мы сегодня вместе с активистами нашей партии собираем подписи за кандидатов в президенты в городе Новые Анены. И жители нам посоветовали прийти вот на это место. Что здесь произошло? Здесь это знаменитый, в кавычках, парк Адельвейск, подаренный фондом Влада Плохотнюка. Значит, вроде все красиво, но что они сделали? Вот вы видите эти голубые ели, которым не меньше 20 лет. Вот здесь еще стояло несколько таких голубых елей. И вот этому фонду Адельвейс очень захотелось именно на этом месте поставить свою площадку. Но для этого пришлось рубить под корень несколько вот таких огромных голубых красивых елей и поставить эту площадку. То есть, сделав, казалось бы, одно доброе дело, они сделали одно плохое дело. Для сравнения, вот вспомнился этот случай, почему. Примар Тараклии Сергей Филиппов, его сняли с должности по решению суда, арестовали за то, что он якобы незаконно срубил несколько туй в городе Тараклия. Здесь не туй, здесь огромные голубые ели. И вот ради Плохотнюка все это спилили, потому что вот просто у них такой каприз. Они что хотят, то и делают. Капризон. 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 Продолжение следует...